Всем-всем большой привет! Хочу показать свои пустые баночки, которые закончились в июле месяце. Чуть-чуть совсем быстро покажу бытовую химию, которая в доступе у каждого. Девочки некоторые просят хотя бы основное показывать. Закончилось средство для мытья посуды BioMio. Покупала я его в пятерочке. Иногда бывает скидка и оно стоит в районе 120 рублей. Бывает около 100, а так ближе к 200. 450 мл. Хочу отметить, что это средство очень-очень густое. Вот прямо огромная такая густая-густая капля. Наверное, гуще я средства не видела. Оно классное, хорошо пенится, хорошо моется. Но сделать маленькую капельку у вас не получится, если только его разводить. Концентрат. То есть можно разводить в отдельную емкость. И тогда будет вообще очень экономное и хорошее. Понравилось мне это средство. У него, кстати, приятный аромат был, по-моему, мандарина. Да, с эфирным маслом мандарина. Давайте я вот так поближе покажу. Ну и плюс сама бутылочка очень позитивная и красивая. И, по-моему, второй был флакон без запаха. Покажу сразу несколько средств для стирки. Первые два средства это гелевые. Гель для стирки универсальный. Автомат. Концентрат. Один литр в нем. И вот такой для черных тканей. Оба геля покупала я в фикс-прайсе. Экономичная упаковка написана. Вот черные до 60 градусов. И вот этот тоже универсальный до 60 градусов стирка подходит только. Минус этих гелей я хочу отметить. Многие, наверное, знают, кто смотрел фикс-прайс у меня. Эти упаковки, они могут лопаться по шву. Поэтому надо обязательно класть в дополнительный пакетик при покупке. Стирают они неплохо. Если каждодневно идет стирка, как бы, знаете, вот... Ну, мамочки меня поймут, когда каждый вечер идет стирка того, что ребенок носил за день. Ну, и вы также обновите. Тогда подходит. Если застарелая или рабочая какая-то одежда, могут не справиться. Но я лью побольше, добавляю чуть-чуть фаберликовского отбеливателя. И тогда все хорошо отстирывается. То есть, если в помощь дополнительные средства, то работают они неплохо. Далеко от фаберлик не уйду. Два стиральных порошка. У них есть вот такие две эконом-версии. Такой вот с Саше, как бы, пакетик на одну стирку. А есть вот такой на три стирки. Тут 120, по-моему, грамм, да. И у них есть большие уже упаковки. Очень хороший этот порошок. Он универсальный. Для белого и для темного подходят белья. Опять же, у меня получается экономно. Чуть больше сыплю. Но на самом деле, вот этот порошок, 120 грамм, он как 450-граммовый порошок заменяет. Стирают они неплохо. Когда бывает акция, я такие беру. Вот сейчас я набрала таких порошков с собой в поездку. На море всё равно надо будет стирать. Там машинка есть, куда мы едем. Но порошок всё своё. Дальше. Всё. Остальное я не собираю ничего. Теперь давайте уходовые средства. Из тюмени к нам приезжала от Оленьки. Вот такая пена для купания перед сном. Джонсонс Бэби. Вообще, эта пена для малышей подходит. Но мы ей пользовались с огромным удовольствием. Она не так пенится, конечно, как пена Эйвон. Иначе ваш малыш просто утонет в этой пене. Но приятный-приятный нежный аромат лаванды присутствует. Действительно так вот успокаивающе влияет. И если лить чуть-чуть побольше, как для взрослого, я сама в ней с удовольствием лежала в ванной. Мне понравилось. Ну, ребёнок тоже пользовался. Ну, говорит тоже, всё равно пена есть. Побольше полил и пена есть. Классно, Оленька, спасибо тебе огромное. Воспользовались с удовольствием. И вот этот вот такой приятный, успокаивающий аромат лаванды. Дальше давайте гели для душа покажу. У меня таких даже целых два. Один присылала Настюше Гиммельштейн. Спасибо тебе, Настенька. Этот с ароматом ванили от L'Eppetit Marselie. Кремовый гель. Он хороший, густой такой, пенится неплохо. Ну, вообще, вот эти гели я люблю. Единственное, я не могу сказать, сушит или нет. Но кремовый в любом случае не сушит кожу. У нас кожа у всех разная, одним сушит, другим нет. Поэтому тут сложно за всех ответить. У меня всё хорошо работало. У меня единственное, чуть-чуть с моей водой, он изменял аромат. То есть, вот намыливаешь, пахнет ванилью руки. Начинаешь, например, смывать. Ну, или тело. Начинаешь смывать, вот немножко такой искажённый аромат появлялся. Ну, всё равно воспользовались, с огромным удовольствием использовали. По гелям. Ещё закончился гель, который мне присылала ещё Жануля. Берегла, честное слово, берегла его, как могла. Такой аромат сирени. Это просто вот волшебный аромат сирени. Как будто вот просто вкус сирени залезла и этими цветами натираешься. Очень приятный. Жануль, спасибо тебе за эту сказку. Она присылала мне тогда ландыш, сирень и цветы вишни. Кажется так, вишнёвые цветочки. Вот. У меня закончилась сирень. Очень было жалко. Он такой ещё флакон сиреневого цвета. Прям красивый очень. Спасибо, Жануль, огромное. Всё-таки истратила я. Ну, рука дрожала, жалко было. Очень замечательно. И жалко, что в Эфраше сейчас нет этих гелей. Они и пенятся хорошо, они и моют хорошо. Ну, и арома просто удовольствие на высоте. Также от Эфраше закончилась вот такая малышка. Мне её присылал Александр. Александр Влог. Спасибо, Саша, огромное. Вот тут аромат зелёного чая. Тоже от Эфраше. Мне вот такой, кстати, малышке. В ней 50 мл хватает на 3 раза. Многие говорят, как ты тратишь, сколько ты льёшь. Вот так 50 мл у меня на 3 раза уходит. Я моюсь вообще перчаточками такими, пеленгующими. На дно наливаю горсточку, между ладошками натираю и уже по телу. То есть вот. У моей мамы мочалка такая, что у неё такой пузырёк один может уйти. От мочалок тоже многое зависит. Спасибо, Саша. Огромное, классное. То есть вот этот гель аромат зелёного чая, но по работе он ничем не отличается от предыдущего с сиренью. Только ароматом. Замечательные у Эфраше вообще вот эти гели. Тут уже аромат не искажался. Вообще прекрасно работал. Дальше. Если от гелий далеко не уходить. Мужской закончился гель от Фаберлик у мужа от Ланселот. Вообще редко я могу поймать те средства, которые заканчиваются у мужа. Это уже обычно закончилось. Мужчина же не думает, что надо пустые баночки собрать. Тут написано гель для душа, для волос и тела. Он мыл им и тело, и волосы. Вы знаете, вот мы от Фаберлик, там есть шампунь такая белая, с мужчиной и женщиной, изображенный на самой тубе. От перхоти он вывел полностью перхоть. И бывает, что другие шампуни или гели возвращают эту перхоть. Вот этот не возвратил. То есть волосы остались чистыми, без перхоти. Но, как шампунь говорит, все равно на голове неприятно. Все-таки нужен шампунь. Гель для душа, это все-таки гель. Хотя волосы промывались, но на ощупь, говорит, не очень приятно все-таки. Волосы рукой ощущать. А мне, например, со стороны нормально, все чистенько, хорошо. Но то, что перхоти даже не вызвал, получается, как шампунь тоже работает. Дальше. Ну, давайте уже раз шампунь, то шампунь. Шампунь закончился всего один у моей мамы. У нас бывает то густо, то пусто. Когда густо, все кричат, как вы можете так много мылить, куда у вас только тратится. Но, вот видите, в этом месяце только один. У нее очень жирнятся волосы, поэтому вынуждена мыть почти каждый день. Ну, каждый день даже. Редко, чтобы она пропустила. И вот этот Биоарктик ей подходит всех больше. Сколько бы она ни меняла шампунь, возвращается опять к нему. И также вторая линейка, я часто об этом говорю, зелененькая такая. Там для поврежденных волос. Тоже шампунь с бальзамом идут. Она вот их чередует между собой. Вот эти отличные. Единственное, что так как волосы стали совсем жирниться быстро, она перестала пользоваться бальзамом, а бальзамом пользуюсь я. И хочу отметить, что бальзамы у них отличные. Во-первых, густое прямо давишь со всей силы на тубу, чтобы вот этот бальзам густой вышел, как маска прямо. И после него отлично прочесываются волосы. То есть я прямо бальзамом довольна и моюсь и сама. Ну, если у меня шампунь, например, без бальзама какой-то, то я использую бальзамы вот от этого. Дальше давайте мыло покажу. В фикс прайсе я покупала, у меня в этом месяце сиреневая была просто магия, видите, магия цветов. Прямо на сирене я потянула. Тоже сиреневого красивого цвета было мыло. Вы знаете, оно было жидковатое, 500 мл, но мне его хватило, ну, мне, моей семье, на целый месяц. То есть оно в любом случае одного-два нажатия и мылилось замечательно. Аромат бесподобный. Пахло сиренью. За 50 рублей это просто супер мыло. И экономное, и классное. Ну, а то, что чуть-чуть жидковато, да, ну, не страшно. Пускай. Главное, работает хорошо. От Фаберлик мыло для кухни закончилось с ароматом кофе. Тут аромат дело вкуса, я его не буду описывать. Ну, приятный такой, уж не чистым кофе, но такой, знаете, как кофе с молоком, что ли. Такой приятненький, лёгкий аромат. А как мыло, очень хорошее. Если вы даже, например, аромат, запах, не аромат, а запах селёдки не смыли с первого раза, но намыльте второй раз и всё отмоется. И будет всё хорошо работать. Давайте я уже вот где-нибудь вот здесь буду ставить. От корзиночка-то наша полная. Так. Дальше ещё из ухода. Прямо вместе с коробочкой сохранила. Вот такой скраб. Витаминный, масляно-солевой. Этот скраб косметика Крыма. Присылал мне магазин. Супер скраб. Отличный. Я на него делала обзор отдельный. Вот такое применение. Его нужно держать 3-5 минут на теле. Очень понравилась коробочка, что вот эта бабочка, она и украшением является, и в то же время крышкой. Ну, как заглушкой. И вот так вот выглядел сам. Сама баночка и скраб. Он действительно был масляный. Прямо масло оставалось на теле. И после него можно не пользоваться никаким кремом. После того, как вы хорошенько промыли своё тело, наносите этот скраб. Как следует скрабируете себя. Прямо, знаете, эффект антицеллюлитный такой, массажный получается. Потом смываете всё это дело. И кожа прямо как у младенца. И напитанная, и масляная. Ну, смывайте через 3-5 минут. Ну, то есть надо на себе подержать, чтобы вот это масло немножко впиталось и напитало кожу. Ну, в общем, вообще бесподобный эффект. Понравился. Я бы даже и повторила такие вещи. Дальше. Для лица. Крайне редко. Вообще вот у этого средства есть, ну, как любители его, так и те, кто критикуют и не любят. Если вы против того, чтобы спиртом пользоваться на лице, то это не для вас. Это настойка календула. Для меня это классненькое такое средство. Точечно прижигать прыщички. Я знаю, что это не всегда полезно. Но у меня это вот действует. И моей коже вроде бы неплохо. Поэтому рекомендовать не буду. Но вот у меня закончилось. От Сингары Фрэш антивозрастная сыворотка с аргинином спрей энергетик присылала мне Оленька Крюкова. Спасибо тебе, моя хорошая. На самом деле это очень классная сыворотка. Сейчас Сингара, кажется, отдельно где-то продается. Раньше с Фаберликом они сотрудничали. Вот я после этой сыворотки никакой крем не наносила. Только ее, например, на лицо после умывания, тоника. И вообще отлично. Ее можно распылять, потому что здесь вот такая помпа. А можно было на ватный диск, в крайнем случае. Но мне проще было пшикнуть, например, на руку, распределить между руками и потом по лицу. Я не могу, когда вот струя так бы, знаете, даже она, если очень нежная, в лицо не очень неприятно. Поэтому я распределяла на руки и уже наносила на лицо. Классное средство, прямо супер. Кремы для рук у меня закончились два, но маленькие. Вот этот мне присылала Оксаночка Александрова. Привет тебе, Аксюша. Крем для рук, молочко и абрикос. Это от Дольче Милк. Очень приятный аромат. Сам крем такой чуть-чуть желтоватенького цвета. Прямо нежный, нежный, приятный аромат. Действительно абрикоса. Крем легкий. После каждого мытья рук я им с удовольствием пользовалась. И мне нравилось. Вот, кстати, какое бы мыло не было для рук, я все равно кремом потом вынуждена пользоваться. Вот кожа рук у меня самая капризная. И второй крем, который у меня закончился, мне Настюша Геммельштейн присылала. Вот такой вот чокопай. Я его чуть не съела, когда она мне прислала. Даже упаковку сохранила, чтобы вам показать. В нем тоже 30 мл. То есть и тот 30, и этот 30. И выглядел крем вот так, в форме печененки. То есть вот реально, прямо настоящий чокопай. Смотрите, не перепутаешь. Прямо даже вот внешне. Баночку, конечно, я сохраню. О креме. У него не было косметической отдушки. То есть он пах вот как будто старым кремом. Работал он средненько. Руки он действительно напитывал. Но опять же, когда моешь очередной раз руки или там через какое-то время, уже он не действует. То есть помыл руки и опять надо наносить этот крем. Ну я ему прощаю. Даже неприятный аромат. Главное, что у меня такая баночка останется. Вообще просто супер. Спасибо, Настюш, тебе. Теперь эта баночка, я ее, конечно, сейчас помою. И буду в нее остатки кремов перекладывать. Либо она будет у меня просто для украшения. Но чаще такие баночки я использую, когда надо остатки крема переложить. Например, вот крем для рук заканчивается. Уже его выдавливать совсем неудобно. Тогда я додавливаю двумя руками в такие вот упаковочки. А тубы выкидываю. И эта упаковочка еще меня радует. Так, дальше. Еще не так много. Зубная паста закончилась только у ребенка в этом месяце. От Оленьки Крюковой она приезжала. Максимка, тебе, Оль, большое-большое спасибо передает. Баблгам аромат. 4 с плюсом. Теликея. Вот такой вот аромат и вкус. Баблгамы 75 мл. Единственное, что ребенку уже 10 лет. И для коренных зубов этой пасты уже недостаточно. То есть, приходилось ее либо чередовать, либо ее вечером пользоваться. То есть, она подходит больше для молочных только зубков. А для коренных уже она слабовата. У меня девочки спрашивали. Я покупала в Фикс Прайс вот такой от Сплат детскую зубную пасту. Тут уже 6-11 лет. Она у нас еще не закончилась. Она есть. Просто я показываю, чтобы сравнить. Тоже баблгам написано. И у меня был такой вопрос, что некоторые ругали, что невкусная. И даже выкидывал кто-то эту пасту детскую. Я у ребенка спросила, в чем разница. Тут баблгам и тут баблгам. Он сказал, разница в том, что здесь вкус, а здесь аромат баблгама. То есть, вкуса здесь нет. Вот это, если вкусненько во рту, то это невкусненько. Тут обычная зубная паста. Даже такой. Я сама потом почистила, попробовала. Да, действительно, одна вкусная. А это ощущение все-таки как порошка. Как будто зубной порошок. Ну, вот разведенный. Такую вот консистенцию. Поэтому, может быть, из-за этого деткам она и не понравилась на вкус. Только аромат. Поэтому, если нужен вкус. Ну, это 4 года, а этот уже более постарше. Видите, уже для 11 лет. То есть, я так думаю, что если это... Не знаю, можно ли проглатывать или нет. Но, наверное, в какой-то мере вот это может и допускается. То-то нет. Так. Дальше. Давайте я вам покажу маски. Ну, вот еще, не знаю, не люблю я вот эти вот вещи показывать. Вот я самая. Ватные диски. Хорошие ватные диски. Вот, кстати, от я самая. Они наравне идут с КТ. Вот, очень похожи на КТ. Которые в фикс прайсе продаются. Ватные диски. То есть, это вот похоже. Макс закончил очередной свой бурлящий шарик. Тоже его присылали девочки. Но я не помню. Шарики я не запоминаю, кто какие присылал. Вот этот вообще классно. Очень бурлил. От Бьюти Кафе. Мне шарики нравятся. Если они свежие, то хорошие. Но у Фаберлика они то есть, то нет. Бывает, как-то, знаете, как лимитированный выпуск таких шариков. Они выпускают и потом они у них пропадают. Так, маски. Одна маска у меня закончилась для кожи вокруг глаз. Молодость кожи. Она мне попадалась в коробочке New Beauty Box. Здесь была одна пара полосок. С ними можно было ходить. Понравились. Тут, давайте я вот так поближе покажу, что обещают. Вы знаете, я ее делала с утра, когда у меня с утра была небольшая отечность с ночи. Отечность сошла и какой-то свежесть взгляда появилась. А, вот эти выпрыгивают. Показать я их оставила. Они прилипляются. Я с ними лежала. Мне кажется, все равно патчи, которые потяжелее, они могут отвисать и оттягивать века. Поэтому я лежала, сколько тут положено. 20, по-моему, 30 аж минут. Вот лежала. Поэтому и с утра, когда хочется еще поваляться в кровати, проснулась, я умылась и вот полежала. Давайте вот так тоже покажу. Понравились. Вот эти прям понравились патчи. Вообще я за то, чтобы патчи вокруг глаз и вообще маски делать с утра. Вечером маски делать нужно только те, которые освежают. Вам нужно куда-то пойти. И вы устали, и вот вы освежение сделали, как бы лицо, и пошли. А если вам никуда не надо, то на ночь лучше маски не делать. Их лучше делать с утра, тогда эффект будет виднее. И три маски у меня закончились. Прям такие красивые-прекрасивые. Так, первая ко мне приехала из Америки от Оксаночки Потс. Спасибо тебе, Оксан, большое. Я тут, смотрите, тут все на английском языке, но я перевела. Эта маска должна была увлажнять, восстанавливать, заживлять. Вы знаете, она мне понравилась. Во-первых, мне нравится, что, я уже много раз говорила, что маску не надо смывать. Она остается на лице и работает дальше. Остатками маски я всегда мажу еще шею, область декольте. Могу даже эту тыльную сторону руки намазать. Ну, в общем, вот все, что можно, насколько хватит, то можно ее распределять. И действительно, вот, например, такая маска, она после того, как вы проскрабируете, например, чисто там отпарите лицо. Ну, что-то, если вы какие-то делали очищающие вещи с лицом, то есть поры чистили, то такая маска действительно, ну, может быть, не заживляет, но как-то вот успокаивает вот эту вот раздраженную кожу, покрасневшую, и работает неплохо. Аромат, кстати, был очень приятный у нее. Следующая маска приехала ко мне из другой страны, из Израиля, от Лерочки. Спасибо, Лерки, за нее огромное. Вот эта маска пахла огурчиком, была прямо вкусно-вкусно огурчиком, свежести пахла. Она давала увлажнение и тоже должна была давать освежение. И то же самое смывать не надо. Тут, по-моему, на русском даже языке есть перевод. И тоже я ее также распределила после применения по шее, декольте. Ну, в общем, куда можно, туда и намазала. Я поэтому очень люблю маски использовать таким образом. И последняя маска, которая ко мне приехала уже из России, из Тюмени, от Оленьки. Эта маска выравнивающая тон лица. Матирует кожу, сужает поры и освежает. Эта маска вообще просто супер тем, что с ней можно ходить. Она за ушами крепится. Сейчас я вам ее покажу. Я ее сохранила. Очень-очень удобный лекал. Прямо видите, даже мое лицо. Вот так вот уши одеваются. И от шеи вы тоже ее закрепляете за ушами. Конечно, вы фантомас редкий получаетесь. Если семья нечаянно вас увидит, вздрогнут. Но эта маска очень удобная. С ней ходить удобно. И можно даже чуть дольше проходить, чем положено. Надо было... Так, сколько? 20 минут. Да, на 20 минут. И тоже можно не смывать. Но тут написано, что если есть излишки маски на лице, то ополоснуть водой. То есть, ну вот... Тряпочные тканевые маски закончились. Еще одну покажу маску от Арифле. От Оленьки Крюковой приезжала ко мне. Эта маска была в наборе. Я сейчас пользуюсь. Еще был скраб персиковый. Вот эта маска черничная. И арбузный гель для лица. Все три были по 30 мл в упаковочке. Ну вот первая закончилась маска. Вы знаете, в ней не написано, что она делает. Вот просто маска для лица, по-моему, написана. И способ применения. Ее надо было держать 10 минут. Я ее как-то продержала, думала, чем дольше, тем лучше. Минут 20 продержала. Но у меня такие два больших прыщичка вскочили на лице. Видимо, перепитала я. Не надо так долго. И эта маска имеет свойство... Лицо, как бы, знаете, оно питается этой маской. И... То есть намазали толстый слой, а в итоге у вас на лице мало что остается. То есть вот лицо впитывает. И можно перепитать. И тогда могут высыпания быть. Поэтому если написано 10 минут, лучше 10 минут одержать. Очень-очень приятный аромат черники. Я не заметила сильного действия. Но после этой маски мне не хотелось ни крем наносить. То есть ее было достаточно. Видимо, она чуть-чуть увлажняет, чуть-чуть питает. И всего делает по чуть-чуть. Ну, кремовая такая. Неплохая масочка. Дальше. Последнее, что у меня закончилось. Это тушь. От Yves Saint Laurent, как я понимаю. Как мне девушка сказала, стыдно не знать. Маленькая версия. Вот такая. Ну, я бы сказала миниатюра. То есть это не мини-версия даже. Не знаю, миниатюрка такая. Приезжала она ко мне от Оленьки Ткачевой. Оль, спасибо тебе огромное. Вообще, Оля мне прислала мини-версии несколько разных тушей. Я прям ей очень благодарна. По одной я так достаю, пользуюсь. Это уже все высохло полностью. Эта тушь, она не делает ни драмы, не делает вау. Она чуть-чуть удлиняет, чуть-чуть распушает и все. То есть вот такие натуральные ресницы делает. Я не знаю, какая у нее цена, но, например, вот если она вдруг очень-очень дорогая, то тушь от Avon сделает не хуже и длину, и объем, а то и лучше. То есть вот я не скажу. Я рада, что я ее попробовала. Но вот если ваши ресницы от природы длинные, завиваются и пушистые, то эта тушь их просто выделит их красоту. А если у вас, как у меня, реснички коротенькие и прямые, то она не справится, чтобы с ними что-то сделать эдакое. Но, как я понимаю, особо там и не заявлено, что она должна много всего сделать. Чуть-чуть удлиняет, чуть-чуть, да, делает пушистей. Все, вот такие пустые баночки в этом месяце. Не так уж их и много, ну и немало. Все равно корзинка набралась. Следующие пустые баночки, наверное, я покажу в конце августа на море. Что на море у меня закончилось. Что я беру с собой, я показала уже. А что из этого мне понадобилось, не понадобилось. Что закончилось, что осталось, я покажу уже в конце нашего отдыха. И встретимся уже в следующем ролике. Сейчас я с вами прощаюсь. Всем до новых встреч и всем пока.